Заходим в 53-ю квартиру. Ключи у нас, ее положили в больницу, замок был сломан, дверь, ну в общем, все раскурочено. Мы сами приобрели замок, поменяли его, все. За новой дверью бетонный пол и ободранные стены. Все, что осталось от домашнего уюта годами создаваемого соседкой Зинаиды Петровны, пенсионеркой Галиной Масуновой. Вид бомбоубежища квартира приобрела благодаря претендентке на эту двушку. Под видом ремонта она вывезла отсюда буквально все вещи женщины. Вот вещи вот в сумках, вон там за кроватью, это все носят ей соседи, потому что она вообще, у нее даже трусиков не осталось, даже трусики ей приносили. Соседи рассказывают, попытки завладеть квартирой начались около шести лет назад, когда Галина Семеновна потеряла мужа. Тогда некому Олегу Кравченко удалось заполучить генеральную доверенность на квартиру, а после прописать в ней жену и ребенка. Человек любит выпить и поет ее, поет, да, и доверенности. Ну вот сейчас видите, нет, там документов нет половина, потому что я знаю ее почерк, я уже знаю, как она расписывается, где она в здравом уме ставит подпись, а где она вот так вот, где она пьяная ставит подпись. Это же, ну все видно. А четыре месяца назад в этой квартире, по словам соседей, появилась Татьяна Морозова. Пообещала выселить предыдущего оккупанта, но сама начала подпаивать одинокую хозяйку и сдавать в больницу с целью признать недееспособной и оформить опекунство. Галина Семеновна и сейчас в диспансере. В квартире тем временем за долги отключили газ, вещи и мебель пропали. В основном она скрывала, ничего не говорила. Просто мы чисто общались покушать, чай попить, а там какие у нее дела, она мне все время говорила, ты не лезь, в мое дело не лезь. Впрочем, позже с помощью соседей Галина Масунова все-таки обратилась в полицию, однако правоохранители по ее заявлениям помочь не смогли. Жительница города Благовещенска в дежурную часть МВД России Благовещенска обращалась только по фактам хищения принадлежащего ей различного вида имущества. То есть все факты сотрудники полиции проверяли, возбуждение уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава либо событий преступления. Чтобы полицейские провели проверку именно по факту махинации с квартирой, самой Галине или ее соседям необходимо снова написать заявление в полицию. Остальных благовещенцев просят быть бдительными и по всем фактам обращаться по телефонам доверия УВД и в дежурную часть.